итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас среда 5 августа и давайте посмотрим с вами на графике евро и фунт и поговорим о дальнейших перспективах движения вчерашний торговый день был достаточно пустой на фундаментальные данные практически ничего важного не выходило единственное что можно отметить это у нас отчет по ценам производителей еврозоны они оказались лучше прогнозов экономистов в целом это было и ожидаемо общая инфляция если вы помните также недавно выросла и внимание еще привлек отчет по изменению объема производственных заказов в сша которые также выросли что оказались лучше прогнозов экономистов что является хорошим сигналом для экономики но в общем в целом это никак не повлияло на курс европейской валюты и британского фунта на и видим что после формирования удобного сигнала на продажу евро на них я более подробно говорил своих технических обзорах на сайте компании можете посмотреть ознакомиться также даем прогнозы на сегодняшний день видим что медведи не сумели дотянуться до минимума от 3 августа что указывает на вполне вероятное завершение нисходящей коррекции и образование нового бычьего импульса дополнительно что хочется отметить что принципе слабость американского доллара связано с резким ростом золота как мы можем видеть на графике золото наконец-то пробило психологического уровня в 2000 добрались мы до уровня даже 2030 и все это конечно оказывает очень серьезное давление на американский доллар что приводит к его ослаблению в ряде других мировых валют также ухудшение отношений сша и китая если вы не знаете то там начали уже высылать журналистов сша обвиняют китайских журналистов в тех что они неправильно освещают тему коронавируса в свою очередь китай пообещал также выслать из страны и американских журналистов в общем все это колесо раскручивается и к чему это приведет пока неизвестно видим что реакция золото соответственно также рекордное число вспышек заболеваемости пандемии коронавирус в июле этого года в сша была за зафиксирована максимальная за все время ведения статистики все это конечно говорит о том что американский доллар пока не самая приятная альтернатива на текущий момент что касается сегодняшних фундаментальных данных то выходят нас отчеты по сфере услуг это франция италия германия испания еврозона композитный индекс пиме выходит это который учитывает сферу услуг и производственный сектор такие же данные выходят у нас по великобритании объем ротичной торговли видим что в июне он будет не такой конечно серьезный как в мае прошлого года и выходят нас данные от идпи по числу занятых в частном секторе а также внешнего баланса торговли и аналогичный композитный индекс асм для непроизводственной сферы сша видим что прогнозируется его замедление в целом это будет связано конечно с дальнейшим распространением пандемии коронавируса это может оказать конечно давление на американский доллар и ослабить его позиции против ряда других мировых валют поэтому что касается технической картин это у нас часовой график пары евро доллар и фунт доллар видим что все-таки забрали мы уровень 1790 нисходящая коррекция сюда в первой половине дня хорошие данные по сфере услуг формирование ложного пробоя отскока средних скользящих я даже допускаю вплоть до обновления уровня 1766 чтобы сохранить текущую восходящую картину все это будет прямым сигналом на открытие длинных позиций а первой ключевой целью быков выступит максимум 1858 здесь можно будет наблюдать за небольшим отскоком вниз порядка 25-30 пунктов внутри дня ну а основной целью конечно быков на конец недели выступит обновление максимума прошлой неделе и тест уровня 19-30 дальнейшим выходом на диапазон 1987 и постепенным приближением 20 фигуре закрепление на 1858 прямой сигнал дальнейшим покупкам на 19-30 и 19-87 здесь продажи на скок с коррекцией 30-35 пунктов внутри дня если активности на 1858 не будет выйдут у нас какие-то данные по сша свидетельствующие о серьезном замедлении сферы услуг то это может оказать поддержку американскому доллару так как все таки мировая экономика завязана на экономике сша и от нее подказатели зависит и в принципе судьба в целом экономики поэтому формирование ложного пробоя на 1858 прямой сигнал к продажам попробуют медведи спуститься опять на 1790 но в первой половине дня если по каким-то причинам мы закрепимся ниже 1790 протестируем этот уровень уже снизу вверх образовав хороший сигнал на продаже то можно смотреть короткие позиции прорыв 1721 образует вновь новую нисходящую нисходящий канал который придет к тесту диапазонов 1648 и 1591 здесь покупки сразу на отскок что касается у нас британского фунта то здесь мы видим немножко картина другая медведи все таки добрались образовав хороший сигнал на продажу от 31 2 0 это уже был второй день подряд я обращал внимание туре рекомендовал открывать короткие позиции добились медведи обновления минимума этой неделе что сохраняет пока пару в нисходящем ценовом канале я уже неоднократно обращал внимание что принципе рост британского фунта с его силы а со слабостью американского доллара поэтому давних фьючерсных отчетов было зафиксировано рекордное количество коротких позиций крупными игроками поэтому будьте внимательны с покупками на текущих максимумах если мы выбираемся выше 31 2 0 все-таки мы должны его рано или поздно пробить сходить по крайней мере после носить стопы выше этого диапазона поэтому закрепление на 31 2 0 сигнал к продажам ой к покупкам скорее всего мы дернемся на 31 69 и от этого уровня полетим дальше вверх на 32 28 и 32 65 но все будет опять же зависеть от американского доллара если мы вновь формируем ложный пробой но почему бы и нет на 31 2 0 то продажи возврат на 30 41 закрепление ниже этого диапазона дополнительный сигнал на открытие коротких позиций и опять же утыкаемся в 29 80 и идем на 29 11 здесь покупки сразу на отскок если мы формируем ложный пробой на 30 41 как мы видим пока это середина бокового канала то это дополнительный сигнал к покупкам в расчете на прорыв 31 2 0 всем удачи